Сегодня мы пришли поздравить нашего 100-летнего юбиляра. Это Новик Михаил Петрович, участник и, к сожалению, инвалид первой группы Великой Отечественной войны. Воевал в действующей армии в 1945 году на территории Польши. Кавалер Ордена Отечественной войны второй степени и многих медалей. Очень приятно поздравлять. Правда, мы у него каждый праздник 9 мая. Мы у него с удовольствием и сегодня поздравим со 100-летним юбилеем. И, конечно, желаем одно – крепчайшего здоровья. Чтобы долгие годы мы могли его посетить, поздравить, радовать. И нам приятно общаться с этим человеком. Поздравление, цветы, подарки и слава восхищения, здоровья и выдержки юбиляра. Множество гостей по-настоящему искренне желали Михаилу Петровичу долгих лет жизни. Но самый главный для него подарок – паспорт, удостоверение и подтверждение того, что он является гражданином Беларуси. Поздравляем вас с столетием и вручаем вам самый главный документ. Еще желаем вам прожить столько лет. Счастья, здоровья. Это вот самое главное – паспорт. Михаил Петрович Новик родился 9 октября 1923 года в деревне Шамичи Каменецкого района. Служил рядовым в 38-й Орловской краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизии до апреля 1945 года. Во время ожесточенных боев под Варшаву был тяжелоранен и лишился руки. Ранение он получил под Варшавой, когда уже отступали фашисты наши, гнали их. Шли наши вперед и получалось так, что нужно было и отступить назад, потому что большие потери, очень большие потери под Варшавой. И он там получил ранение. Руку и ягодица. Весь окровавленный. Он бежал еще, может быть, полкилометра. Потом упал в шоковом состоянии. И его подобрали санитарий. Он 8 месяцев лежал в госпитале. Лечили его в Смоленске. За мужество и героизм, проявленные в годы войны, Михаил Петрович награжден Орденом Отечественной войны второй степени. Медалью за победу над Германией и другими наградами. После войны работал в колхозе «Октябрь» Каменецкого района. Затем в Брестском инженерно-строительном институте на ВАКТе. Давал звонки. Он жил сначала в деревне у родителей. Мать все время плакала, переживала. Мать рано ушла из жизни. Он еще 16 лет проработал в БИСИ. Это тогда был строительный институт, а сейчас университет технологический. Или как там он называется. Ну и вот получается так, что там еще 16 лет он проработал, будучи уже инвалидом. Родители помогли ему здесь, в Бресте, когда уже так хотел он очень жить в Бресте. Все построили дом. Он там жил один. Ходили, помогали братья. Брат один – врач, второй – машинист, сестра, фармацевт. И все помогали. И дети мои, и я тоже. А когда уже никого нет, надо решать, кому забрать. Я одна осталась. И муж мой перед смертью попросил – забери, досмотри. И я его забрала и досматриваю. Мы его смотрим. Хорошо. Администрация Ленинского района города Бреста регулярно уделяет внимание ветеранам и заслуженным юбилярам. А совсем скоро в районе появится новый пятый столетний житель. Всего у нас в Ленинском районе на сегодняшний день уже четыре столетних юбиляра. Самая старшая у нас, самая старшая жительница Ленинского района – 103 года. И в ноябре у нас будет пятый столетний юбиляр. Будем тоже поздравлять. Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк, Александр Макаревич. Новости Бреста.